Спасибо. Коллектив радиологов Северного медицинского центра Симашко с удовольствием представит вам доклад о роли радио-йод-терапии в лечении рака щитовидной железы. Итак, заболеваемость с злокачественными образованиями в России, как в принципе во всём мире, ежегодно растёт. И в этом году показатель заболеваемости с злокачественными образованиями составил 436 случаев на 100 тысяч населения. Впервые выявлено раков в Российской Федерации в 2019 году более 640 тысяч. Очень большую долю среди впервые выявленных раков и наблюдаемых пациентов занимает рак щитовидной железы. И доля пациентов, которые наблюдаются в пятилетнем наблюдении, ежегодно растёт. Если в 2018 году доля составляла 5,1, то, что приходилось на рак щитовидной железы, в 2019 году это уже 5,6%. Посмотрите на этом графике, как растёт распространённость рака щитовидной железы и уже составляет 120 случаев на 100 тысяч населения. Впервые рак щитовидной железы в Российской Федерации диагностирован более чем 12 тысяч человек, а всего на учёте практически 180 тысяч населения с раком щитовидной железы. 12 тысяч практически заканчивают лечение в 2019 году. И большинство из них, конечно, получают только хирургическое лечение. Примерно 15% получают комбинированное лечение вместе с лучевой терапией, которая относится радио-йод-терапии. То, что касается Северо-Западного федерального округа, то здесь процент получающих комбинированное лечение примерно такой же. Я отметила вам красным маркером Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Практически мы не отличаемся. Но можно сказать по регионам, что Архангельская область, поскольку у нас доступна чуть-чуть больше процентов, большой очень процент, 42% пациентов, которые получают комбинированное лечение в Республике Коми. Но есть часть регионов, где совсем очень мало получают комбинированное лечение. Возможно, это какие-то проблемы в статистическом учёте. А где же возможно у нас в Российской Федерации провести комбинированное лечение с помощью радио-йод-терапии? У нас существует на сегодняшний момент и действует активно 7 центров радионуклидной терапии. Но ещё в отделении, похоже, откроется скоро в Димитровграде, то есть возможности массы для пациентов. Кому показана радио-йод-терапия? Это пациенты, у которых есть ремнант периодной ткани, что позволяет своевременно выявлять рецидив опухоли. Это адювантная радио-йод-терапия для удаления микрометастазов. И это радио-йод-терапия доказанных отберённых метастазов. И у нас существуют ключевые документы, благодаря которым мы организуем свою работу. Это до сих пор действующие рекомендации 2015 года Американской педологической ассоциации. Это вышедшие в этом году клинические рекомендации, одобренные Министерством здравоохранения Российской Федерации по лечению дифференцированного рака щитовидной железы. Ну и, наконец, обновлённые в этом году рекомендации Национальной сети многопрофильных онкологических клиник США версия 2020 года. Вот у нас уже за время сегодняшней конференции Дмитрий Алексеевич говорил о современных принципах стратификации риска пациентов с послеоперационной стратификацией риска. Но мы повторимся для тех слушателей, которые присоединились после перерыва. Итак, все пациенты подразделяются на три принципиально разных группы. Это группы низкого, промежуточного и высокого риска. Группа низкого риска – это пациенты без лукорегиональных или отдалённых метастазов, с макроскопически удалённой полностью опухолевой станью, с отсутствием экстратириоидной инвазии, с отсутствием сосудистой инвазии, с неагрессивным гистологическим вариантом, отсутствием метастатических очагов при проведении первой синтеграфии после лечения радиоактивным йодом и поражение лимфатических узлов. Если оно есть, то это микрометастазы и не более пяти лимфатических узлов. А также, если есть мутация БРАВ, то независимо от наличия мутации БРАВ, это унифокальная, интертериодная, популярная микрокарцинома. Такие принципы ведения таких пациентов из группы низкого риска. К ним возможен либеральный подход в плане выбора объёма лечения. Это может быть тотальная тиреодоктомия или геметиреодоктомия, тщательное ультразвуковое наблюдение в послеоперационном периоде. И здесь обычно не применяется супрессивная терапия, применяется заместительная терапия тероксином с удержанием тиреотропного гормона в диапазоне от 0,5 до 2 международных единиц. В некоторых случаях в редких не обязательно используются облятся радиоактивным йодом. Группа промежуточного риска – это пациенты, у которых есть агрессивный гистологический вариант, интертериодный популярный рак при наличии мутации БРАВ, поражение более пяти лимфатических узлов или наличие макрометастазов, микроскопическая экстратириодная инвазия, популярный рак сосудистой инвазии, мультифокальная популярная микрокарцинома с микроскопической экстратириодной инвазией и наличие метастатических очагов на шее, которые накапливают радиоактивный йод. Здесь возможны различные варианты ведения пациентов. Обычно проводится тотальная тиреодектомия по показаниям лечебная диссекция лимфатических узлов, возможно проведение радиоэдабляции минимальной активности 30 млк или проведение радиоэдтерапии. И здесь возможны различные подходы в плане проведения заместительной или супрессивной терапии, но обычно у большей части пациентов рекомендуется так называемая мягкая супрессия. Группы высокого риска – это пациенты с резидуальной опухоли, опухоли при сочетании индуцирующих агрессивное течение, это тертебрав, это любое метастатическое поражение, где лимфаузел более 3 см в наибольшем измерении, это макроскопическая экстратириодная инвазия, широкоинвазивный калликулярный рак более 4 очагов, доказаны отдаленные метастазы и высокая концентрация периоглобулина, характерная для отдаленных метастазов. Здесь радиоэдтерапия достоверно повышает выживаемость пациентов и при наличии отдаленных метастазов активность проведения радиоэдтерапии увеличивается до 150-200 милипери. Обычно рекомендуется при отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы проведение супрессивной терапии с удержанием периотропного гормона в минимальном диапазоне и часто менее 1,1. Какие же есть показания к назначению радиоэдтерапии в послеоперационном периоде? Здесь мы должны ориентироваться, исходя рекомендациям американским от 2020 года, на клинические факторы, которые мы находим, клинико-патологические факторы, которые у нас определяются после гистологического исследования интероперационного или послеоперационного. Все ясно с теми пациентами, кому не показана радиоэдтерапия. Это пациенты низкого риска с классическим вариантом популярного рака, если размер первичной опухоли менее 2 см, опухоль ограничена пределами капсулы щитовидной железы, имеется уни- или мультифокальное распространение, не регистрируется антикология к тириоглобулину. Радиоэдтерапия однозначно показана при наличии хотя бы одного из перечисленных факторов. Это обширное распространение первичной опухоли за пределами щитовидной железы, размер первичной опухоли более 4 см, уровень нестимулированного тириоглобулина более 50 нг на мл, и если есть доказанные отдаленные метастазы. Вот то, что касается третьей группы, промежуточной группы, то радиоэдтерапия показана выборочно, если есть хотя бы какое-нибудь сочетание индивидуальных клинических факторов. А это размер первичной опухоли от 2 до 4 см. Это может сочетаться с гистологией высокого риска, с лимфатической инвазией, степень распространения поражения лимфатических узлов, мультифакальная опухоль, когда один из узлов опухоли более 1 см. Это послеоперационный нестимулированный тириоглобулин менее 50 нг на мл, то есть он формально относится к серой зоне, тем не менее он определяется. И если есть по результатам гистологического исследования позитивный край резекции микроскопически. Если же мы с вами не определились в плане назначения радиоэдтерапии сразу же в послеоперационном периоде, то рекомендуется вернуться к решению этого вопроса через 6-12 недель в послеоперационном периоде, когда мы с вами должны принять решение по назначению радиоэдтерапии, с учетом, конечно, клинических данных, когда мы обследуем пациента, и с учетом накопления радиоактивного йода, но 123-го изотопа. И мы чуть позднее поговорим с вами, почему именно этот изотоп выбирается, поскольку у него небольшой, относительно 131-го изотопа йода, период полураспада, всего 13 часов, у него низкодозное облучение, отсутствует бета-излучение, и именно поэтому у него отсутствует выраженный станин эффект, то есть можно непосредственно сразу же после проведения диагностического сканирования проводить лечебные мероприятия, если это необходимо. Поэтому 123-й йод, конечно, в диагностическом плане для сканирования всего тела, для диагностических мероприятий, конечно, более предпочтителен. А вот пример пациента, которому проведена радиоэддиагностика со 123-м йодом, это пациент, прооперированный с папиллярным раком щитовидной железы, Т3НХМ0, состояние после видеосистированной тиреодектомии, и у пациента принималось решение, необходимо ему или не необходимо, или нет необходимости проведения радиоэддиагностики терапии. У пациента стимулированный тиреоглобулин был крайне низкий, до единицы, но определялся средний уровень антител к тиреоглобулину, поэтому пациенту провели с антиграфическое исследование со 123-м йодом, визуализировалась функционирующая тиреоидная ткань, и это есть показания к проведению радиоэддиагностики. Другой пример пациента, исходный, которому, в принципе, вообще не была бы показана радиоэддиагностика терапии, поскольку в послеоперативной стадии изначально у него была Т1Н0М0, стимулированный тиреоглобулин сохранял низкие значения, менее 5, но определялся достаточно высокий уровень антител к тиреоглобулину, и поэтому определиться с необходимостью о назначении радиотерапии можно было только с помощью проведения радионуклидной диагностики. Здесь тоже активное накопление вложечетоидной железы позволило выявить показания к назначению радиоэдотерапии. Постерапевтическое сканирование – это более информативная методика в плане накопления радиоактивного йода. И здесь ее можно проводить двумя способами. Это планарное сканирование, вот таким образом выглядит результат. И мы с вами видим просто контуры пациента просто с планарным изображением, с очагом, где накопился радиоактивный препарат. Да, в принципе, как бы достаточно удобное исследование, проводится крайне быстро, без какой-либо специальной подготовки после лечения на третий-четвертый день. Однако, здесь, который мы получаем, и, безусловно, в дополнении этого исследования аффект-методикой, то есть это методика гибридная с дополнением компьютерной томографии, она позволяет нам в анатомическом плане более адекватно визуализировать очаг накопления. И более того, именно аффект-методика позволяет нам дифференцировать, что это – ремнан щитовидной железы, это метастазфоленфатические узлы, это дифференциальный диагноз с физиологическим случайным захватом или со случайным захватом или с физиологическим накоплением. Вот пример накопления у пациента в шейной области. И если мы с вами обращаем внимание на планарную синтеграфию, здесь мы видим несколько очагов с очень активным накоплением в области шеи. И достоверно уточнить, что это мы с вами не можем по планарному исследованию дополняя исследование аффект-КТ, мы можем определиться. В данном случае это ремнант щитовидной железы. Вот таким образом выглядит метастаз в лимфатический узел при проведении аффект-КТ исследования. Вот, например, пример интересного у пациента с накоплением тела позвонка. И если бы мы с вами делали просто планарное синтеграфическое исследование, то это выглядело бы просто как очаг накопления на уровне средостения. И что это конкретно накопило, это метастаз в легкие или это в лимфатический узел средостения, сказать достоверно невозможно. Проведение именно гибридного исследования позволяет нам отдифференцировать. Ну и другой пример, это другой пациент тоже с накоплением примерно в схожей области, это нижние отделы шеи. И, возможно, при планарном исследовании это могло бы сойти просто за ремнант счетовидной железы. Нет, это метастаз поперечный отродок позвонка. Подготовка пациента возможно двумя путями. Физиологическим путем это отмена тиреоидных гормонов примерно на 3-4 недели. И возможно использование рекомендаторного человеческого тиреотропного гормона. Мы рекомендуем его использовать, если у пациента большой остаточный объем тиреоидной ткани при нерадикальном оперативном лечении. Если у пациента уже есть диагностированные отдаленные метастазы, ну и редкая ситуация для нас это гипофизарная недостаточность, когда пациент просто на отмене не может нарастить уровень тиреотропного эндогенного гормона. Вот пример пациента 46 лет, у которого изначально после оперативного лечения листологический вариант рака был популярный рак, фолликулярный вариант Т4НХ-МХ. И изначально у пациента была проведена правосторонняя геометириодокомия. Затем по поводу первого рецидива, первого прогрессирования у пациента была проведена тотальная тиреодокомия и пациенту было проведено последовательно три курса радиотерапии. Если на первых курсах пациент вот таким образом активно копил радиофармацевтический препарат в метастазах легких, то после последнего курса отсутствие накопления в проекции легочных полей. И мы с вами можем задуматься о том, что у пациента, к сожалению, произошел такой процесс, который называется развитие радиорефрактерности или резистентности к радиоактивному йоду. И дифференцированные раки щитовидной железы следует считать резистентными к терапии, когда визуализируется один или более очагов раки щитовидной железы. Любым способом визуализации, это может быть КТ, МРТ или ПЭТ, которые не накапливают терапевтическую активность радиоактивного йода при условии адекватно выполненной радио-йод терапии и желательность с использованием аффекта. Кроме того, должно быть доказано согласно системе резист прогрессирование опухолевого процесса менее чем за 12 месяцев на фоне радио-йод терапии активностями, которые не менее сами ликери при условии успешно облацированного изначально-тереоидного остатка. Ну и если пациенты не показывают регрессию опухолевых очагов, если суммарная лечебная активность превысила уже 600 миллилитерий, этим пациентам можно применять термин радиорефрактерный. Проанализировано более тысячи историй болезни, примерно 15% историй болезни пациентов не копят, это негативные сканы, конечно, не все из них радиорефрактерные, и к радиорефрактерной мы после нескольких наших курсов лечения относим примерно от 5 до 7% пациентов ежегодно. Что же нам возможно применять пациентам, у которых диагностирован радиорефрактерный рак щитовидной железы? Ну, с точки зрения наших зарегистрированных препаратов и наших клинических рекомендаций Министерства здравоохранения, у нас рекомендуется назначение двух таргетных препаратов, возможно, пока еще это серфиниб или инватиниб. Ну, быстренько скажу несколько слов про наш центр, поскольку мы находимся не в Санкт-Петербурге. Если кто-то подключился и впервые узнал о том, что мы работаем, то наш центр обладает центром ядерной медицины. В отделении радионуклидной терапии у нас 10 коек. Вот оно все такое современное. У нас используются современные диагностические системы эффект КТ и, соответственно, лечение по квотам, по высокотехнологичной помощи для пациентов с раком щитовидной железы абсолютно бесплатно. Очереди большой нет. И если требуется пациентов направлять к нам на лечение, я буквально задержу несколько секунд на вот этом слайде с контактами. Слушателями из других регионов можно будет сфотографировать все врачи-радиологи и радиотерапевты у нас быстро и активно отвечают оперативно и пациенты поступают к нам на лечение. Огромное спасибо всем за внимание. Продолжение следует...